Очень важно, чтобы люди имели вот эту жажду, жажду исцеления. А если нет этой жажды, друзья, и не будет исцеления. Иисус Христос сказал, что больные нуждаются во враче. Больные нуждаются в исцелении. И человек должен чувствовать, что он больной, что он потерянный, что без Иисуса Христа у него нет ни надежды, ни будущего. И, естественно, у него нет и вечности. Вечности с Богом. Мы продолжаем наше изучение книги «Деяния апостолов». И мы сегодня будем говорить об удивительном спасении. Об удивительном спасении, которое написано в 10 главе книги «Деяния апостолов». «Если вы помните, Иисус Христос говорил своим ученикам, что на вас сойдет Дух Святой, и вы примете силу, и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, в Самарии и до края земли». Мы уже изучали, как в Иерусалиме образовалась церковь, как многие люди там уверовали. Мы также видели, как в Иудее распространялось Евангелие, как апостолы проповедовали. Мы также видели пробуждение в Самарии. Помните, через кого? Филипп начинает там проповедовать. И вот Иисус Христос обещал вообще Петру, что он даст ему ключи царства. И вот как главному апостолу он приходит в Самарии и открывает, образно говоря, двери царства для самарян. И самарийские израильтяне приняты в Царство Божие, приняты в церковь. Теперь Петру предстоит еще одна непростая задача. Теперь нужно идти дальше. Теперь необходимо, чтобы язычники услышали Слово Божие. Теперь необходимо, чтобы Петр, как бы образно говоря, открыл двери царства для язычников. Это, думаете, простая задача? Вы знаете взаимоотношение иудеев к язычникам? Я хочу уточнить, друзья, кто такие язычники? Язычники фактически это все не евреи, которые не знают единого и истинного Бога. Язычники фактически это идолопоклонники, которые не поклоняются истинному Богу. И вот Петру предстоит впереди проповедовать. Вы думаете, он же сам пойдет туда? Он никогда этого не сделает. Вы думаете, что язычники сами придут и попросятся, чтобы их пустили в Царство Небесное? Это тоже непростой вопрос. Хотя к иудеям язычники могли присоединиться. Их называли празелиты. Празелиты, которые язычники, которые принимают иудаизм и фактически из язычников становятся иудеями. Почему? Потому что они принимают религию иудеев, и они начинают поклоняться единому и истинному Богу. И это целый процесс. Но принимать язычников в числе церкви апостолы еще не понимают, как это сделать. Они не готовы этого сделать. И если мы с последующей главы увидим, это насколько был сложный процесс. Отрывок, который мы будем сегодня читать, состоит из 49 стихов. Это целая история спасения одного язычника. Вы помните, как его зовут? Завод Корнилий. И эту историю будут еще пересказывать в следующей главе. У Петра будут там некоторые проблемы с иудействующими христианами. И это целая история, чтобы осуществился тот план, который Бог задумал для язычников. Чтобы объединить евреев и язычников в одну церковь. Вот почему здесь так много времени посвящается спасению одного, во-первых, здесь не одного, здесь целое семейство Корнилий и все его семейство. И он друзей даже пригласил перед тем, как Петр к нему придет. Мы все это сегодня будем читать, друзья. И это особый момент. Я хочу, чтобы мы еще усвоили один важный момент. Книга Деяния, как я уже неоднократно говорил, это особая книга, как переходная книга, друзья. И здесь вещи происходят, происходят такие, которые, если бы сегодняшний день, они не должны были бы происходить. Потому что у нас есть уже Писание, у нас есть уже учение. Мы знаем, как язычники могут присоединиться к церкви. Мы сегодня об этом будем говорить. Это естественно для нас. Вот наша церковь состоит из язычников. Среди нас есть и из иудейского народа также. Мы все объединены. Это истинная церковь. Но тогда этого не понимали, поэтому Бог готовил. И вещи, которые происходили в книге Деяния, они не являются истинными или принципами на все времена. Они имели некоторые вещи, временный характер. Итак, чтобы долго не рассказывать вот это вступление, хотя это необходимо, чтобы мы понимали, почему эти вещи там происходят. Давайте посмотрим, друзья, на эту историю. Задача передо мной и перед вами, скажу, непростая, потому что здесь довольно большой отрывок. Но мы с вами уже привыкли к этому, правильно? Мы уже такие длинные отрывки свободно можем усвоить, проглотить. Слава Богу за это. Вся история состоит, друзья, из шести основных сцен. Шесть сцен, где мы видим чудо и красоту спасения Богом отдельных людей. Эти шесть сцен показывают нам, как Бог действует, как Бог спасает. Я хочу перечислить, друзья. Я хочу перечислить эти шесть сцен. Первое, это подготовка объекта спасения. Этот технический термин, и моей жене это не понравилось сразу, но я специально придумал этот термин и поместил здесь. Почему? Для того, чтобы каждый из вас мог поставить себя вместо этого объекта. Я мог написать подготовка Корнилия, но это, друзья, истины не касаются только Корнилии. Я хочу, чтобы каждый из нас мог увидеть себя на месте Корнилия. Второе, подготовка посредника спасения. Я же мог назвать его Петром, но я не хочу, чтобы вы увидели только Петра. Я хочу, чтобы каждый верующий увидел на месте Петра. Потом, следующая, третья сцена, это встреча посредника и объекта спасения. Это интересная встреча. Четвертое, это проповедь, приводящая к спасению. Пятое, спасение через действие, через действие того, кто спасает. Или же по-другому, давайте пойдем техническим термином, субъект спасения. И последнее, подтверждение истинного спасения. Давайте по порядку. Эти шесть сцен, которые показывают всю красоту Божьего спасения. Первое, подготовка объекта спасения. И мы читаем это с первого по восьмой стихи. Не знаю, откуда, одиннадцатый появился там, с первого по восьмой. Мужи некие в Кесарии. Я читаю, кстати, перевод Кассиана. Но вы следите, пожалуйста, можете вместе со мной вот здесь, в Исвичино, или же можете в своих Библиях. Мужи некие в Кесарии по имени Корнилии, сотник из когорты, называемой итальянской, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творящим много милостыней народу и молящийся Богу постоянно, увидев ясно в видении приблизительно около девятого часа ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилии, он же устремив на него взгляд и, придя в страх, сказал, «Что, Господи?» И он сказал ему, молитвы Твои и милостыни Твои вознеслись как жертва воспоминания перед Богом. А теперь отправь людей в Европию и пошли за неким Симоном, который прозывается Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, у которого дом близ моря. Когда ангел, говоривший ему, отошел, он позвал двух из домочадцев и благочестивого воина, и состоявших при нем, и, изложив им все, послал их в Европию. Почему в Европию? Потому что Петр находится там. Вы помните, в предыдущий раз мы говорили исцеление Инея, воскрешение Тавифы. И вот Петр задержался там. Петр задержался там, потому что необходимо, чтобы он потом пошел к Корнилию. Но давайте посмотрим, как Бог здесь готовит Корнилия к этому событию. Во-первых, самоповествование начинается с представления Корнилия. Кто он такой? Он является римским воином, он служит в когорте, он командир роты, можно сказать. По-нашему это капитан. Римский это центурион, то есть у него сотни солдатов. Кесария это административный центр в Палестине, можно сказать, что такая столица, римская столица там в этой земле, в палестинской земле. И вот он служит в когорте, было 600 полков, то есть из 600 воинов в когорте, и вот сотнями воинами служит и командует Корнилия. Мало того, этот человек назван, что он благочестивый. Видно, что он хороший семьянин. Благочестивый, потому что он творит много милостей народу. Заметьте, он итальянец, он представитель римской империи, они господствуют в палестинской земле, но этот человек, он благочестивый, он много добрых дел делает народу. Еще почему он благочестивый? Потому что написано, что он много молится Богу. И вот здесь возникает вопрос. Он язычник. Он стал уже празелитом. Но как мы видим, если бы он был празелитом, здесь было бы у Петра другое отношение к этому человеку. И с разговором мы увидим о том, что ему, Петру, что-то запрещается, что-то он не может делать. Празелит уже принят в обществе еврейской. Этот человек, так называемый, не полный празелит. Понимаете? Скорее всего, что-то подобное, то, что было с Евнухом. Помните? Евнух тоже приезжал, иудею поклоняться. Он читал пророка Исаии, то, что сегодня мы, Тингиз напоминал, да. Приближенный, но полностью еще, скорее всего, что не стал иудеем. Хотя не написано, что он одобряем всеми народами. Там мы чуть позже об этом мы будем читать, и в 11 главе также мы будем о нем что-то знать, но видно, что этот человек знает истинного Бога, знает о нем, имеет какой-то страх перед ним, он понимает свое состояние перед этим Богом, и он старается творить добрые дела. И он постоянно молится этому Богу. Это представление этого человека. И вот он в девятом часу, он приходит, и он начинает снова молиться. Это, по нашему времени, это три часа дня. И вот, когда он это делает, в видении является ему ангел Господень. Естественно, он испугался. не каждый день, видите, правильно, ангел, вот он приходит, и он четко это видит, он испугался, он обращается к курии, как это общее обращение, как к господину, уважительное такое, он находится в страхе, и ангел говорит о том, что все твои добрые дела, все твои молитвы, они вознеслись к Господу, Господь обратил на тебя внимание, и что же тебе надо сделать? Это удивительный момент, друзья. Вот ангел здесь, Бог хочет спасения этого человека, послал ему ангела, и он говорит, пошли в Иопию, это 50 километров, пошли в Иопию, и там найдут возле моря у Симона Кожевника некоего Симона, которого зовут Петр, пусть он придет к тебе, и он тебе расскажет, и ты таким образом спасешься. Господи, почему столько лишних движений? А не лучше было бы этот сам ангел, чтоб сказал? Вы слышали, наверное, разные свидетельства, когда люди говорят, мы недавно рассказывали, что один скажет, я видел Бога там, я видел там ангела. Здесь ангел говорит, тебе нужен проповедник. Почему, Господи? Не лучше ли, чтобы ангел сказал? Дело в том, что Бог никогда не усматривал наше спасение через ангелов. Бог никогда не делал посредникам или евангелистам ангелов, друзья. Бог предусмотрел посредниками своих детей, своих служителей. Божий порядок такой. Человек должен услышать от другого верующего благую весть, чтобы он обратился к Богу. И вот, что делает Корнилий. Когда ангел отошел, он призвал преданных ему людей, двух людей, потом благочестивого воина. Заметьте, как он распространяет свое влияние. У него есть хорошие слуги, благочестивые слуги, у него есть благочестивый воин. И он посылает, как сказал ему ангел. Как я уже сказал, это... Можно показать следующий слайд, вы увидите, вот посмотрите, Кесария, где находится Иопия. Это всего лишь 50 километров, да, но всего лишь, если это вы едете на машине. А когда вы едете на Сленге или на Мурле, скорее всего, они этого могли позволить. вам нужно топать немало. И мы увидим о том, что это только на второй день, только на второй день происходит эта встреча. Я, как я уже говорил, я хочу, чтобы мы поставили себя, друзья. Мы поставили себя. Смотрите, что мы видим здесь? Происходит Божье действие над этим человеком. Смотрите, Бог хочет спасения одного конкретного человека, его зовут Корнилий, и происходит какая-то подготовка, какое-то действие над этим человеком. Друзья, я хочу задать вам вопрос. Происходит ли в вашей жизни Божья работа? Понимаете ли, что Бог действует в вашей жизни для того, чтобы привести вас ко спасению? Вы спросите, как это должно происходить? Вы спросите, должен ли прийти ко мне ангел? Друзья, если вы будете ждать, когда ангел придет к вам, я очень сомневаюсь, что он вообще к вам придет. Или пока ждете, друзья, вы даже не заметите, как вы в этом ожидании отправитесь. Простите за прямоту, вы отправитесь в ад. Если вы будете закрывать свои сердца, когда вы слышите благую весть. Подготовка происходит, друзья, другим образом. Если мы посмотрим на этого человека, он уже от иудеев услышал об истинном Боге. Мало того, если он рассматривал вокруг себя творение, друзья, он уже понимал, что есть Творец, есть истинный Бог. И самая главная подготовка в жизни этого человека. Заметьте, он понимает свое состояние перед Богом. Необходимо творить какие-то добрые дела. Необходимо молиться и надеяться на Бога. Он понимает, друзья, свою греховность. Он мимский воин, это империя, это могущественный воин, что ему это самое. Нет, он понимает, что он нуждается в Боге. Вот где главная работа. Он понимает свою ответственность перед Богом, свою греховность перед Богом. Вот где происходит главная подготовка в жизни человека. Друзья, если Бог работает с вами, вы понимаете ваше состояние перед Богом. Вы осознаете греховность. И не перед дай исцеление жаждущим сердцам. Если в вас есть жажда, друзья, избавиться от грехов ваших, это главная работа вашей жизни. И это работа самого Бога, Духа Святого. Вопрос в том, как вы будете реагировать на это. Готовы ли точно так, как Корнили послушался и сделал исполнить Божью волю по отношению к вам? Есть ли это стремление? Есть ли это готовность? Готовы ли сказать, Господи, что ты скажешь мне? Готовы ли услышать Божье Слово? Что же вы должны услышать? Давайте посмотрим на следующую подготовку. Это посредника. Подготовка посредника. Мы читаем 9 стиха. А на другой день, когда они были в пути и приближались к городу, взошел Петр на кровлю помолиться около шестого часа. И почувствовал он голод и хотел есть. И пока готовили, нашло на него иступление. И видит он, что небо открыто исходит некий сосуд вроде большой скатерти за четыре конца спускаемый на землю. В нем были все четвероногие и присмекающиеся земные и птицы небесные. И был голос к нему встань Петр заколи и ешь. Петр сказал «Никоим образом, Господи, потому что я никогда не ел ничего скверного или нечистого». И голос снова во второй раз к нему «Что Бог очистил, ты не объявляй нечистым». Это было трежды и тотчас вознесен был сосуд на небо. Когда же Петр недоумевал про себя, что бы значило видение, которое он видел, вот люди, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, подошли к воротам и, возвесыв голос, начали спрашивать, здесь ли гостить Симон, прозываемый Петром. И пока Петр размышлял о видении, сказал ему Дух, вот три человека ищут тебя. Но встань, спустись и иди к ним без всякого сомнения, потому что я послал их. Удивительным образом Бог начал готовить Петра. Мы уже говорили, друзья, что это непростая задача. Нужна подготовка самого Петра, главного апостола. И вот он заходит, это плоская такая, подобно вот как горница, еще ничего нету, вот на таком помещении, Симон Кожевник, какой-то бизнесмен, видимо, у него большой дом, есть горница, туда он заходит, почувствовал голод, и он в это время молится, и пришел в выступление, это слово можно перевести еще как-то вот какое-то экстазное такое состояние, что хочет здесь автор подчеркнуть, автор хочет подчеркнуть, что это только то, что происходит с Петром, вот, например, когда Бог явился Иисус Христус Павлу, там другие слышали голос какой-то, Павел видел Иисуса Христа, а здесь было это видение, которое происходит как-бы внутри самого Петра, и Бог обращается и в этом видении он видит, спускается такое скатерть, где есть три вида животных, змеи, там присмекающиеся, то, что запрещено по закону есть, то, что запрещено иудеям есть, Бог говорит, закори и ешь, Господи, я никогда этого не делал, и Бог говорит, то, что Бог очистил, ты не считай это нечистым, и это повторяется три раза, почему три раза, потому что это от Бога, потому что это важно, подождите, что хочет Бог с этим видением сказать, если мы посмотрим, даже по грамматике некоторые переводят это слово, то, что очистил Бог, это не имеет главную нагрузку, это не есть главная идея о том, что Бог хочет, чтобы он ел сало, например, нет, не в этом вопрос, Бог хочет что-то этим образом показать, дело в том, что то, что им Бог показал Петру, эту еду язычники едят, язычников нету никакого запрета, они могут все, что хотят есть, кто-то есть собаки, кто-то есть жабы и так далее, имеют право, вот им нравится, и они едят, понимаете, но здесь Бог хочет показать связь, что Петру придется иметь какое-то отношение, в ближайшее время к язычникам. Бог особым образом подготавливает, Бог не прямым образом сказал, что закали это самое, это было в видении, это все убирается, и вот тут теперь размышляет, что же это было? И тут приходят люди, приходят люди, которых послал Корнилий. Заметьте, подготовка там, подготовка здесь, это целый процесс, и Бог сверху контролирует этот процесс, друзья, почувствуйте Божий контроль над всеми этими, а то, что происходит. Вот пришли люди, это я их прослал, вот ты послушай, что они скажут, и ты пойдешь с ним, потому что эти люди от меня. что же Петр должен услышать? Мы это посмотрим в следующее, но я хочу здесь применение сделать, друзья. Какое здесь может быть применение? Я хочу применение это сделать для верующего человека. вы хотите сказать, я должен быть голодным, я должен находиться в горнице, я должен прийти в иступление, и Бог мне сделает какое-то видение? Нет, конечно. Мы говорили о том, что это подготовка, это переходный момент, но, друзья, если вы в близких отношениях с Богом, если ваше сердце готово, друзья, исполнить то, что Бог от вас ожидает, если вы постоянно пребываете в этой молитве, мы очень много говорим о благовестии, друзья, это прямая обязанность каждого верующего человека, то, что Бог ожидает от нас, кто же пойдет к язычникам, кто же пойдет к неверующим людям, это верующие люди, готовность происходит, друзья, когда вы молитесь, когда вы молитесь об этом, Бог через свое проведение, через свое проведение подготовит вас для благовестия, здесь основное применение, это ваша готовность, это ваша расположенность, это ваша верность перед Богом, и это ваша молитва, друзья, и Бог через проведение пошлет к вам человека, вас пошлет к человеку, это может быть через, не знаю, через английский клуб будет, возможно, это может быть через волейбольное служение, это может быть личная ваша встреча на работе, это может быть вы на улице или в транспорте кого-то встретите, но это произойдет обязательно, Бог будет вас направлять, Бог будет вас использовать. Хорошо, друзья, нам надо идти дальше, давайте посмотрим следующее, что мы видим здесь, встреча посредника и объекта спасения с 21 стиха, и сойдя к людям, Петр сказал, вот я, кого вы ищете, по какому делу вы пришли, они же сказали, корнилий сотник, муж праведный и боящийся Бога, имеющий доброе свидетельство от всего народа иудейского, получил указание от святого ангела вызвать тебя в дом свой и послушать твоих речей, пригласив их, он оказал им гостеприимство, а на другой день он встал и вышел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним, а на следующий день вошли они в Кесарию, корнилий же ожидал и созвав родственников своих и ближайших друзей, а когда Петр готов был войти, корнилий, встретив его, пал к его ногам и поклонился, но Петр поднял его, говоря, встань, сам я тоже человек, и беседуя с ним вошел и находит многих в сборе и сказал он им, вы знаете, как незаконно для иудея сближиться с иноплеменником или приходить к нему, а мне Бог указал не называть ни одного человека скверным или нечистым, заметьте, как Петр правильно понимает значение видения. Поэтому и я пришел беспрекословно будучи позван. Итак, я спрашиваю, по какой причине вы послали за мной? И Корнилий сказал, в этот час пошел четвертый день, как я в девятый час молился у себя в доме, и вот встал передо мною муж в одежде блестящей и говорит, Корнилий, услышана твоя молитва и милостями твои воспомянуты перед Богом. Итак, пошли в Йопию за Симоном, который прозывается Петром, он гостит в доме Симона Кожевника близ моря. Поэтому я тотчас же послал к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь же мы все перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе Господом. Мы уже говорили о подготовке Корнилия, мы говорили о подготовке Петра, и необходимо здесь, чтобы произошла встреча, друзья. Если не произошла встреча, не будет никакого спасения. Вот для чего все это? Они должны встретиться. Но вот посмотрите, друзья, очень удивительный момент. Когда Петр спрашивает этих людей, которые пришли за ним, для чего они пришли, они говорят о том, что им послал Корнилии, дает характеристику Корнилии, то, о чем уже читали, уже говорили. И Петр, заметьте, он пригласил их, проявил гостеприимство. Друзья, для иудеев это не было запрещено. Они могут принять язычника, они могут гостеприимство, доброту им сделать. Это они обязаны делать для всех людей. А вот прийти к язычнику, это была проблема. Это было по закону как бы запрещено. И вот когда они встречаются, когда они приходят туда, Корнилии увидев, во-первых, он созвал все свое семейство, своих близких друзей, и вот когда он увидел Петра, он упал к ногам. Это не было поклонение как к божеству, это было как бы проявление уважения. Он ставит как бы выше Петра, проявляет, это в римский воин, слушайте, это какой-то иудей, рыбак, но он проявляет такое смирение. Петр поднимает, нет, 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 не нужно, считай меня родными, я такой же человек. Петр задает вопрос, скажите, пожалуйста, почему вы меня позвали, они пересказывают все, и Петр говорит о том, что вы знаете, вы знаете, что запрещено, но Бог мне сказал. И вот здесь происходит вот это соприкосновение, здесь происходит, то есть уже расставлено все для того, чтобы прийти к главной точке, друзья. В чем эта главная точка? здесь у меня есть одно важное предменение, друзья. Вы видите, что у Бога нет лицеприятия. Вы видите, что для Бога, друзья, нет человека какого-то скверного или нечистого. Все перед ним нечистые, все перед ним грешные, друзья. И у Бога есть одно обращение. Мы сегодня говорили, мы сегодня говорили, друзья, это Божья любовь ко всем людям, это Божья любовь ко всем грешникам. Готовы ли мы видеть людей так, как видит Бог? В вашей жизни появляются разные люди, которые вам не нравятся, которые некоторые случайно могут быть врагами вашими, что-то какое-то зло сделали вам, друзья, но готовы ли вы видеть этих людей и смотреть на этих людей, как смотрит Бог? Вы понимаете, друзья, что вы должны стоять над этим? евангелие и спасение гораздо важнее, чем ваше личное отношение к какому-то человеку. Это то, что мы видим здесь, и такое применение можем сделать. Четвертое проповедь, приводящая ко спасению. Вот все для чего, друзья. Посмотрите с 35 стиха. Петр отверз уста и сказал, «Поистине я убеждаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и делающий правду приятен Ему». Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Этот есть Господь всех. Вы знаете, что произошло по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, которое проповедал Иоанн. «Об Иисусе из Назарета, как помазал его Бог Духом Святым и силою, и он ходил, благодаря, благотворя и исселяя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской и в Иерусалиме. его они и убили, повесив на двери. Его Бог воздвиг в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предизбранным Богом, нам, которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых. и он повелел нам проповедовать народу и засвидетельствовать, что он есть поставленный Богом судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит отпущение грехов именем его. Это центральное место, друзья, здесь. Центральное место проповедь Петра. И Петр говорит о том, вы знаете. Он не имеет в виду, что он досконально все знает, он имеет в виду, что вы слышали. Что же они слышали? Они слышали историю об Иисусе Христе. И вот здесь он пересказывает. Это, наверное, самая такая тщательная, длинная, причем здесь говорится уже не иудеем, он не приводит каких-то цитат из Ветхого Завета, он проповедует язычникам и говорит основные доктринальные истины. Я хочу перечислить их, друзья. Я хочу их перечислить. Посмотрите несколько важных фактов истины об Иисусе Христе. О Боге. Во-первых, Бог не везде это. То есть в Бога нет лицеприятия, то есть Он любит евреев и язычников одинаково. Он просто избрал еврейский народ, чтобы через них возвещать о себе. К сожалению, евреи это не очень хорошо сделали. Мало того, они его еще не приняли и отвергли и распяли его. И мы видим это. Бог не лицеприятен и боящийся его, делающий правду прятен ему. Те люди, которые ищут его. Люди, вот что Бог ожидает от людей, что они будут искать его. Они обязаны это сделать. Люди должны искать Бога, потому что мы сотворены им. Назначение человека, друзья. послушайте, для чего вы родились на земле? Для чего Бог создал человека? Чтобы славить Бога и вечно наслаждаться им. Вот назначение человека. И если этого нет у человека, человек страдает. Человек не в своей тарелке находится. У человека ненормальное, неестественное состояние, друзья. Назначение вот каким создал Бог человека. Всегда славить Бога и наслаждаться этим. А грех вас не пускает. Вы не можете этого делать. Вот почему в вашем сердце нет покоя, потому что там нет Бога. И грех это главная причина то, что не пускают вас к Богу. Второе, что видим здесь. Бог послал Сынам Израилевым Слово. Слово, которое должны услышать все люди, друзья. Посмотрите, об Иисусе Христе как сказано. Этот есть Господь всех. Христос есть Господь и иудеев, и язычников. Он Господь всех, друзья. Он истинный Бог. Посмотрите, дальше он пересказывает жизнь Христа. Как Бог его помазал Духом Святым, как он дал ему силу, как он благотворил людям, как он исцелял людей, угнетенных дьяволом, потому что Бог был с ним. Дальше он говорит, главное, это смерть и воскресение Иисуса Христа. Мы сегодня совершали служение друзьям, это было воспоминание смерти и воскресения Иисуса Христа. И пророк Исаия говорил, проповедовал об этом, и Петр говорит, подчеркивает, для чего, друзья, эта смерть произошла. Христос умер за грехи людей. Христос умер за ваши грехи, чтобы заплатить, друзья, за ваши грехи. Заметьте, люди убили Иисуса Христа, но он не делает это на этом акцент. Он акцент делает, как Бог воскресил Иисуса Христа. Он делает ударение на воскресение. Эти убили, но Бог воскресил его. И он говорит, что свидетелем являются они сами, потому что они после воскресения с ним ели и пили. И он говорит о том, что он повелел проповедовать народу. Назначение апостолов проповедовать, благовестить всем людям. И вот то, что он делает, и в конце он говорит, всякий верующий, услышав проповедь, получит отпущение грехов именем его. Друзья, вот почему мы проповедуем. мы проповедуем истине об Иисусе Христе. Мы проповедуем об истинном Боге. Мы проповедуем спасение через Иисуса Христа, чтобы вы услышали и чтобы вы поверили. И когда вы слышите проповедь, и когда вы начинаете верить, когда вы разумом понимаете, с сердцем понимаете, что это вам больше всего надо, что вот всю жизнь вышли к этому, это должно произойти в вашей жизни. И вот еще, что должно произойти в вашей жизни, друзья, это пятый пункт. Спасение через действие субъекта спасения, того, кто спасает. Посмотрите, друзья, Петр еще произносил эти слова, как сошел Дух Святой на всех слышавших словах. И изумились верующие изобрезанных, которые пришли с Петром, что дар Святого Духа излился и на язычников, бы они слышали их говорящих языками и величающих Бога. Что здесь происходит? Петр проповедует. Они никак еще не проявили веру, друзья, они еще не произносили молитву покаяния, но Дух Святой исходит. Что это такое происходит? Мы видим, друзья, кто спасает. Здесь Петр ни при чем, здесь ангел ни при чем, здесь никто ни при чем, кроме Бога, Духа Святого, Дух Святой сходит. И это видимым образом происходит для того, чтобы евреи, Петр и те, которые с ним пришли, увидели это чудо. Что эти язычники спасаются точно так же, как они спаслись в день Пятьдесятницы. Они получают дар Духа Святого. И точно так же, как в День Пятьдесятницы начинали там люди говорить на языках, точно так же эти люди проявляют это дарование, как подтверждение того, что эти люди избраны Богом на спасение. Вот что должно произойти с вами. Это Писание говорит, это крещение Духом Святым. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, это должно быть таким видимым образом? Иисус Христос уже сказал Никодиму об этом. Помните? Это не происходит видимым образом. Это особый период, потому что это особое принятие язычников, друзья. Посмотрите, что Иисус Христос сказал Никодиму, который не мог разобраться об этом. Третья глава. рождённый от плоти есть плоть, а рождённый от духа есть дух. Не удивляйся тому, что сказал тебе, должно вам родиться свыше. И потом он объясняет, как это происходит. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рождённым от духа. Друзья, когда вы слышите Слово Божие, и это касается вашего сердца, Дух Божий начинает действовать над вами. Вы его не видите, подобно как ветра не видите. Вы можете услышать, как ветер действует, как ветра можно услышать, но ветра невозможно увидеть. Точно так же действует Духа Святого, друзья, в вашей жизни. Вы сидите, и внутри вы слышите голос Духа Божия. что вы нуждаетесь в Иисусе Христе больше всего на свете. И когда вы отдаете свое сердце, когда вы говорите Господи, прости, прожитую мою жизнь, и будь моим спасителем, это есть рождение. в этот момент вы рождаетесь свыше. Если эта встреча не произошла с вами, если вот это рождение не произошло с вами, друзья, вы не можете рассчитывать, что вы принадлежите Христу. Это главное то, что должно произойти в жизни человека. Только после этого вы можете иметь уверенность в спасении. Только после этого вы можете присоединиться к церкви. Только после этого вы можете по-настоящему славить Бога, иметь прощение грехов и иметь участие в Царстве Божьем через действие Духа Святого. Мы проповедуем, Петр проповедует, от него ничего не зависит. Он проповедует и Бог делает это дело. Я проповедую Слово Божие и Дух Божий, если касается вас, вы должны открыть сердце, друзья. Вы должны открыть сердце и прославить Бога. в покаянии и верить до конца жизни. И последнее, что мы здесь видим, это подтверждение истинного спасения. Эти обрезанные евреи смотрят, они удивляются. И мы видим здесь, тогда ответил Петр, может ли кто отказать в воде крещения тем, кто приняли Духа Святого, как и мы? Кто это может запретить? И велел им креститься во имя Иисуса Христа, тогда они попросили его остаться на несколько дней. Вот основание для водного крещения. После того, как они были крещены Духом Святым, это можно по-другому перефразировать, после того, как они покаялись и приняли веру в Иисуса Христа. Петр говорит, мы видим этого, что не произошло, кто может запретить? Я велел им, чтобы они крестились. Скорее всего, там были какие-то помещения, где можно было набрать воду, и вот Петр их крестил. Это подтверждение, что эти люди спасены. Так должно произойти, друзья, в жизни каждого человека. кто слышит Слово Божье, кто верует, он должен подтвердить через святое водное крещение. Пусть Бог благословит, пусть Бог благословит, если вы слышите это, сделайте этот шаг сегодня, это можете делать прямо сейчас, это можете делать после того, как закончится наша, а наша официальная часть подойти, и мы вместе помолимся с вами. Пусть Бог поможет вам это сделать наиважнейший шаг в вашей жизни. Братья, сестры, не забывайте, через ваше благовестие Бог спасает людей. Да, поможет вам также Бог. Помолимся. Помолимся.